приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня у нас с вами друзья народные приметы на 3 мая поговорим о том что нельзя сегодня делать ни в коем случае а также что делали в этот день наши предки далее все более подробно и так сегодня 3 мая в народе этот день получил название как окликание предков в этот день люди поминают своих родных и близких предков народе верили что сегодня души умерших могут переходить в мир живых и наблюдать за своими потомками связи с этим придумали обычай звать их то есть окликать сегодня принято накрывать большой стол в доме и не обычный а щедрый души могли возвращаться на тот свет спокойно если убеждались в том что семья не бедствует и накрывает большой стол тогда те оставались спокойными и уходили на столе в обязательном порядке должен был присутствовать кисель и горячие блюда как вы помните сейчас период посевной и время когда вы можете уделить больше внимания земли и растениям нужно не забывать уделять и сегодня время природе чтобы понимать чего ожидать в будущем в какой период что лучше посадить и когда это все взойдет хорошему урожаю пшеницы сегодня будут появляться большое количество шишек на еле еще будет хорошо расти рожь рожь если шишки на сосне будут плодородному урожаю громкие сильный первый гром три года будет много хлеба если в мае пройдет три хороших дождя меда не будет если май будет дождливый и холодный нельзя в этот период отправляться на рыбалку и вылавливать рыбу ведь она мечет икру если хочется провести время у воды и расслабиться то можно организовать сегодня или на выходных поездку на пикник погода очень радует своим теплом и можно даже помочить сегодня ножки но всего лишь пару раз чтобы не заболеть пробедить проведите умиротворение с природой звуки воды и пения птиц жужжание пчел запах свежей травы и чистого воздуха этого всего так не хватало а еще и готовка на природе она добавляет отдельной пряности и эту в эту всю обстановку забывайте потихоньку по потихоньку про посиделки дома в четырех стенах зима прошла время приключений поэтому старайтесь уделять больше времени прогулкам неважно куда море парк или магазин обычно прогать прогулка дома тоже сгодится чтобы эти прогулки были чаще и дольше по времени можно завести себе собаку и тогда вам точно будет весело и активно в этот день посвятите свое время богу рутинных хлопоты оставьте на потом прочитайте сегодня молитву зажгите дома свечу сходите в церковь сейчас активно растет всякая зелень возможно нужно сходить на могилу к родственникам и убраться там вокруг навести порядке купить свежих цветов и высадить их там уделите несколько часов такому делу но нужно помнить обо всех и вспоминать только хорошим словом сегодня категорически запрещено ссориться особенно в семейном кругу это может сильно расстроить души предков обнимайте крепко друг друга любите цените каждый момент который вы находитесь рядом больше всего не улыбайтесь меньше плачьте по пустякам цените жизнь и людей вокруг себя не зря они здесь в чем-то их миссия на вашем пути чему-то вас должны научить хорошие плохие поступки уступайте не держите зла на человека и всегда старайтесь выяснить причину обиды отвечайте сегодня за свои поступки не молчить если чувствуете что вас обижают имейте в себе силы встать даже когда очень больно и неприятно признавайтесь в любви это очень важно услышать слова поддержки и тепла если вы вдруг решили что вашим отношениям и браку конец решили развести сегодня то этого делать точно не стоит если так случится то после этого можно на три года попрощаться с поиском новой второй половинки развестись проще всего а вот создать крепкие доверительные отношения где каждый любит и цене друг друга это сложно и только сильные люди смогут через все это пройти и достичь успеха запрещено 3 мая поливать цветы и деревья и вообще лучше оставить это на другой день потом на другой день любые манипуляции садом и огородом если ослушаться рекомендаций то корни растений могут гнить и не дать в будущем те плоды которые вы планировали получить также не рекомендуется сегодня стирать вместе постельное белье и обычные вещи а вот сон может быть беспокойным но если действовать с умом то обычно постельная стирается отдельно от всех вещей а полотенца с полотенцами и дальше вещи можно поделить на несколько категорий это может быть белая темная цветное спортивная где-то детские вещи одеяла куртки и прочее сегодня стоит постараться и на готовить много еды которую потом нужно будет накрыть на стол угостите всю семью и можете пригласить друзей на такой большой красивый стол сегодня вам нужно сделать окончательный вывод по какому-то супер важному делу кстати не только вам это нужно но и близкому человеку удачными окажутся покупки через интернет а вот ездить по городу в целях нарядиться все-таки сегодня не стоит вряд ли получится найти что-то подходящее качественно и разумно расходуйте сегодня внутренние ресурсы если не прислушаетесь к этому то можете заболеть да не удивляйтесь здоровья помашет ручкой разговор с другом реально успокоит вас даже выбьет из вас слезу но сегодня строго запрещается всякого рода иллюзии и погоня за бабочками будьте серьезнее если дело касается финансов или любви вы можете сегодня очаровательно провести время даже если преграды встанут у вас на пути главное сами не потеряйте голову от внезапной любви сны в эту ночь могут вас расстроить они могут быть абсолютно пустыми и бессмысленными чтобы увидеть ответ во сне нужно перед тем как засыпать как засыпать задать себе вопрос который сильно вас беспокоит есть шанс что ответ будет раскрыт а после пробуждения сохраните все в тайне и постарайтесь записать все на листе что у вас получилось запомнить но а именинники сегодня друзья александр гавриил григорий и вячеслав в этот день народ также молился и преподобному фомину который помог помогал избавляться от различных заболеваний говорят что фомин при жизни своей запомнился и многими чудесами он возвращал к жизни тех кто казалось бы уже умер а также лечил самые страшные хронические болезни при жизни фомин принимал много людей которые хотели вылечиться он никому не отказывал в помощи после своей смерти фомин также продолжал исполнять обязанности леколя только теперь посредством молитвы вы знаете в этот день была одна интересная народная примета которая запрещала людям стирать постельное белье люди на руси говорили что в противном случае будут снится кошмар от которых потом просто не избавиться поэтому нельзя нарушать было данную примету также друзья в этот день запрещается надевать вещи швами наружи иначе вас могут побить но если одежда все-таки случайно была надета на выворот необходимо бросьте на пол и потоптаться по ней тогда драка точно не произойдет интересно интересно что от современных вещей специально сшитых с наружными швами в этот день необходимо отказаться дабы не привлечь к себе беду в этот день и не рекомендуется чтобы кошка спала вместе с малышом согласно народным приметам она отбирает у него силы в это время у народа был еще интересный обряд как можно было избавиться от болезни необходимо было взять из печи горячие угли из золу а затем положить их в платок или полотненную тряпочку после чего приложить больному месту говорят что лихоманка испугается жара и выбежит из дома способов от избавления от этой напасти было действительно много среди можно в них и отыскать очень простые для того чтобы избавиться от болезни необходимо 12 раз утром и вечером проговорить следующие слова тетки лихоманки вас 12 сестер и дальних дочерей отстаньте от раба божия называете имя по сей день и по сей час и будет вам его трясти и трепать я буду просить матвея святого марка святого луку святого иоанна святого они вас пошлют по пням по лугам по болотам по колодам где человеческого голоса не слыхать ну а далее друзья у нас с вами лунный календарь на 3 мая 2022 года по лунному календарю сегодня 3 4 лунные дни растущая луна знаки зодиака близнецы с этого дня на небе на с вами появляется лунный серп и начинается новомесячье энергетический очень день сильный сегодня можно многое успеть рост энергии провоцирует напор и агрессию поэтому настройтесь на самозащиту и будьте бдительны чтобы не попасть в число жертв также этот день является самым сильным по своей энергетике которая пронизывает все сферы нашей жизни самого утра проснувшись человек был чувствовать в себе бодрость и заряд энергии которые очень важно направить в этот день нужное русло задать ему правильное направление а иначе проснувшаяся энергия спалит вас самих такие эмоциональные всплески могут выливаться в совершенно беспричинную агрессию ненависть злобу жестокость непонятное раздражение против всех окружающих эмоции настолько захлёстывают разум что не каждому под силу утихомирить себе разбушевавшегося зверя если выпустить на волю этого злого духа можно серьезно покалечить судьбу и себе и своим близким именно в такой день чаще всего происходят серьезные ссоры конфликты скандалы драки но все это можно обуздать в себе силой воли тренирую как раз на таких вспышках сумеете переключить свои мысли на что-то позитивное взять в себя в руки и не накалять страсти в этот день будет очень полезно тренировать в себе такие качества как самообладание осознанность сосредоточенность и внимание обращаем ваше внимание что сегодня день активных действий поэтому можно посвятить себя делу полностью с минимальными перерывами на еду и сон пассивность противопоказано и даже опасно если вы до сих пор мечтали то сегодня пришла пора действовать однако первая половина дня обладает общим неблагоприятным фоном могут произойти разные неприятности которые связаны с общением сдержите пожалуйста негатив и вторая половина дня принесет вам достойные плоды что же касательно стрижки то лучше не рисковать и отменить свой поход к парикмахеру эти сутки все-таки перенасыщенной энергией и вам наверняка захочется обновить свою прическу поэтому постарайтесь удержаться от этого стрижка сделанная сегодня будут неудачные и даже вредные для вас что же касательно окраски волос то окраска натуральными красителями будет способствовать росту вашей карьеры прическа должна быть абсолютно проста и свободно это притягивает природную энергию способствует духовному открытию также обращаем внимание что начинается активный обмен человеческой энергией с космосом ничего удивительного если сегодня вас потянет на приключения и поиски ярких впечатлений усидеть на месте будет невозможно захочется постоянно двигаться рваться в бой и конечно же совершать определенные подвиги также утром и вечером расчешите волосы столько раз сколько вам лет от роду это поможет так активизировать космический обмен энергией и во время расчесывания обязательно говорите следующие слова сколько годков сколько ческов сколько поскольку на головушке волосков волоса мои веетесь завивайтесь укрепляйтесь года мои здоровьем и богатством прибавляйтесь также друзья обращаем ваше внимание что все-таки этот день еще и наполнен разными опасностями поэтому следует быть все-таки внимательным еще раз напомним что пассивно сегодня все-таки неблагоприятно вот такой друзья у нас с вами день 3 мая 2022 года с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео также друзья ставим лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии а прямо сейчас на экране друзья выйти два прямоугольника это следующее рекомендованные видео для вас нажимайте то видео как которое на интуитивном уровне вам больше интересно знаете там подсказки от высших сил и вселенной